Около 40 документов, направленных на развитие Свердловской области, укрепление ее промышленного и научного потенциала, будут подписаны в рамках Международной промышленной выставки «Напрон-2016» в Екатеринбурге. Об этом губернатор Евгений Куйвышев сказал по итогам выездного совещания, посвященного подготовке к главному промышленному форуму страны. Губернатор отметил, что в его присутствии планируется подписание 30 соглашений и меморандумов между бизнес-структурами, в том числе крупнейшими холдингами и промышленными гигантами. Кроме того, не менее пяти документов будет подписано от лица правительства Свердловской области. Осталось меньше недели до старта двух крупнейших международных мероприятий, не только в нашем регионе, но и в стране. И сегодняшний комитет, по сути, это проверка готовности к проведению этих мероприятий. Излишне говорить, что эти выставки, эти мероприятия сегодня не являются уникальными. Они действительно сегодня рассматриваются как высочайшее значение для стран, которые участвуют, для компаний. И достаточно отметить, что две крупнейшие страны с самыми быстро развивающимися экономиками современности представят у нас свой промышленный экономический потенциал. Наш регион должен в полной мере использовать потенциал сотрудничества с этими государствами. И в рамках работы деловой программы необходимо привлечь заинтересованные ассоциации представителей бизнеса проработки совместных контрактов. По словам президента группы компаний «Формика» Максима Зверкова, повышенный международный интерес к Инопрому позволяет ему стать третьей в мире универсальной промышленной выставкой после Ганноверской и Шанхайской. Как пояснил директор деловой программы выставки Антон Атрашкин, Инопром – это ответ тем, кто считает, что Россия находится в информационной изоляции. У нас новый рекорд по международному участию. Представители 95 стран мира примут участие в Инопром. Помимо гигантов, о которых говорил губернатор Свердловской области Индии и Китая, у нас большие делегации из Японии, из Германии, из Кореи. Впервые на Инопроме экспозиции Итальянской республики. И, конечно же, большое количество мероприятий Инопрома. Около 500 спикеров у нас участвуют. Поэтому для большинства международных участников это та самая площадка, куда можно прийти и за 4 дня понять, прочувствовать промышленную политику страны. Директор деловой программы выставки Инопром также подчеркнул, что новациями выставки станут три темы – промышленный интернет, автоматизация и робототехника, финансирование промышленности. Кроме того, предстоят серьезные дискуссии в рамках форума промышленного дизайна, а также в обсуждении таких тем, как технологии для городов и энергоэффективность. Экспозиция разместится в трех павильонах. Ключевыми участниками первого павильона станут национальная экспозиция Индии – итальянский павильон, стенд Минпромторга России, а также таких гигантов, как УГМК Холдинг и группа Синара. Во втором павильоне разместятся китайские предприятия – участники третьего российско-китайского экспо. В павильоне номер три будет представлена Свердловская область, госкорпорация «Ростех», «Швабы», «УВЗ», «Фанок», «Кука» и многие другие компании. Отметим, Артемовскому городскому округу уже не раз посчастливилось представлять на стенде Свердловской области свои предприятия. В разные годы на главной промышленной выставке страны свою продукцию представляли «Егоршинская лоза», возобновивший не так давно свою деятельность «Егоршинский радиозавод». Кроме того, на площадке инопрома Артемовский городской округ представлял и инвестиционную привлекательность своей территории.